Всем уважаемые участники совещания. Сегодня мы немножко изменили повестку. Но, во-первых, уже никому не секрет, что мы вышли на прямую, наверное, прямую по выбору в сентябре губернатора Ленинградской области. В правительстве Ленинградской области проведено уже ряд мероприятий, на которых мы участвовали и совместно с Александром Ивановичем, и не совместно. Это определенные цели и задачи, как мы будем работать в этот период. В ближайшее время на территории Ленинградской области пройдет праймерис. Партия «Единая Россия» выделила своих кандидатов. Праймерис состоится 10 июня на территории Ленинградской области. Поэтому по партийной линии мы будем готовиться к этому мероприятию. Тоже я должен вам сказать, эту работу предстоит ее сделать. Праймерис будет проходить по первой модели. Это самая сложная модель всего. В праймерисе есть несколько моделей. Губернатор Ленинградской области, исполняющий,слик Алексеевич Сергеевич Михайлович, предъявили решение, чтобы проводить именно по этой модели. Будем разъяснять эту работу, как ее делать правильно и кто за что будет отвечать. Это уже чуть позже. Поэтому сегодня мы давайте пройдемся по поселениям, только у кого есть вопросы, пожалуйста, не будем, наверное, терять время. Здесь у нас есть часть повестки, и потом я в конце хотел бы оставить администрацию Кингисевского района, кто здесь присутствует, глав администрации поселений. За месяц пожаром было 10, горело 4 дома, постпатрулька 1, охламили 4, бани 2 и паутры 1, ДТП, всех подстрадал 9 человек. Мне хотелось бы вручить начальнику, к сожалению, бывшему начальнику отдела федеральной безопасности Кингисевского района, Холопенко Алексею Владимировичу. Я хочу сказать, наверное, самое тяжелое время, которое было в районе, это пик строительства портной услуги. Мой коллега, который сменен на постучательника отдела в городе Кингисе, управление формируемой России по Санкт-Петербурге, городской области, тоже полковник, Ворона Александр Александрович. Еще раз поблагодарю всех, кто участвовал активно в организации празднования 70-летия Победы. На самом деле, все прошло на очень высоком уровне. Спасибо всем руководителям, спасибо администрации Кингисевского района, моим коллегам, которые активно и водопорно, в общем-то, поработали. И нам не стыдно перед нашими жителями Кингисевского района, нам не стыдно перед нашими ветеранами. Да, мы еще что-то не успели доделать, наше обещание, которое мы давали, мы абсолютно дойдем до каждого ветерана, чтобы мы обещали, и администрация продолжает эту работу, хочу сказать, всем. Ну и, наверное, сегодня надо еще нам уже не то что думать, а администрация уже на полную катушку, скажем так, работает в части организации празднования Дня города. 12 июня мы будем праздновать День города. Мы будем, наверное, в том же формате, как и каждый год, организовать колонны, руководители предприятий уже откликнулись, есть новые предложения, новые форматы, которые мы хотели бы попробовать, чтобы Кингисевскам все-таки было интересно. И вроде бы всегда у нас этот праздник получался, поэтому мы находимся в части реализации уже. Это, собственно, чуть тяжеловато материально, потому что весь ресурс был направлен, конечно, на 70-летие, но еще в закромах кое-что осталось, как говорится, поэтому праздник сделаем интересный, насыщенный. И 12 июня у нас тут будет три выходных, 11, 12, 13, как раз 12 проведем это мероприятие. Но отрегулировать ряд самых сложных вопросов, которые в процессе мы вам давали информацию, обсуждали эти вопросы. Это, конечно, буквально на той неделе было подписано объяснение в союзе Дрозденко на Министерство спорта, на министра Мутко, о том, что все-таки согласовывается строительство регионального центра, плавательного регионального центра. Поэтому мы собираем сейчас юридическую работу, бумажную работу, согласование. Очень многое нужно будет пройти. Это еще не факт, что федеральные деньги уже нам поступили. Это работа очень большая, работа, наверное, полгода где-то, чтобы в бюджете Российской Федерации наш объект, как и ледовая арена, появился в 2016 году. Также хочу подтвердить, что наконец-то нам удалось, и здесь большая заслуга моих коллег тоже, завершить экспертизу проекта МОРГО в городе Кингисеппе. И эти документы уже лежат на столе у губернатора. Проекта по сжижению газа, в две очереди, 10 миллионов тонн и 5 миллионов тонн в последующем. Эта программа будет работать. Соответственно, газопровод с Волхова, 360 километров, пойдет на территорию Кингисеппского района. В данный момент такие две стройки ведутся на территории Российской Федерации. Но одна уже идет, это Китай, 30 миллиардов кубов газа. И следующая стройка пойдет 30 миллиардов кубов газа к нам в Кингисеппский район. Поэтому, уважаемые коллеги, вот те все планы, которые мы давали вам информацию в прошлом, год назад еще мы начали об этом говорить. Мне приятно это видеть и понимать, что все эти проекты глобальные двигаются и будут реализованы на территории района. Нам предстоит с вами непростая работа с нашим населением. Сегодня мы какой-то там магазин построить, какую-то там маленькую стройку организовать. У нас всегда наше население настроено отрицательно на любые строительства. А тут будут строиться глобальные масштабные проекты производства. Это рабочие места, это налоги. Кингисеппский район, в том числе Бенинградскую область, Российскую Федерацию. Поэтому мы должны быть самодостаточным государством. И вся та политика для того, чтобы минимизировать, а может быть и в будущем прекратить продажу сырья, углеводородов и всего прочего. К этому движется руководство нашей страны. Хотел бы выразить благодарность и районному совету депутатов, и заместителю, в том числе и заместителю Викторевича, первому заместителю, по поводу Эдуардову Славовича, который успешно привели в районное заседание Совета. Это свидетельство о том, что институты должны работать независимо от того, где находится руководитель. Хотел бы вас поздравить сегодня с праздником, знаменательным праздником. Сегодня великий праздник великого нашего города, города Санкт-Петербурга. С богатейшей историей, с великими традициями, город культурный, город, так сказать, российской культуры, российской славы, город интеллекта, производство самых насочайших продуктов сегодня и в производстве, и в культуре, и в развитии жизни. 20 мая – это данное рождение города. Ну и хотелось бы обратить внимание всех коллег, кто работает с городским Советом депутатов, который состоится 27 мая. Поэтому прошу вас всех добросовестно относиться к своим обязанностям. И надеюсь, что мы так же успешно проведем городской Совет.